Русские новости 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 представляли в одной из передачи русских новостей, тоже замечательный художник, но, видимо, ласки начальства, они вот так действуют, готов человек подписаться и под этим. Я рекомендую всем этим людям, если по отчаянии кто-то может им передать, или они увидят нашу передачу, не ходите, не ходите на Тверскую улицу, лучше приходите на Октябрьское поле, там будут настоящие русские патриоты, национальные патриоты, русские националисты, те, кто добиваются славы нашей страны, и кто будет в первых рядах борцов, вот кого надо поддерживать, но не поддерживать же Единую Россию, не поддерживать же этих справедросов, или жириновцев этих омерзительных, или кто там еще есть в Государственной Думе, ну это невозможно, за Зюгановым вы пойдете размахивать красными флагами, нельзя вступать в этот мутный поток, потому что потом не отмоешься, не ходите на Тверскую, приходите на метро Октябрьское поле. Приходите на русский марш защиты Новороссии, приходите во всех городах, в Москве 4 ноября в 14.00 вас ждут на Октябрьском поле. Прошли тут между делом выборы на Украине, их прокомментировал Игорь Стрелков, я, слава Богу, никогда не являлся гражданином воплощенного в реальность идиотами и предателями недоразумения под названием Украина. Ну, жестковато, но по нынешним временам вполне сойдет. Логично, что одна хунта признает другую, поэтому власти Российской Федерации объявили выборы на Украине честными и демократическими, при том, что в Верховную Раду попал практически в полном составе партия войны. Кроме партии войны в Верховной Раде нет никого. Это означает, что война будет продолжена. Выборов, конечно, там никаких не было, это все обман. Так же, как и в России, это не выборы, предоставляют выбирать из плохого и худшего, и уж совсем отвратительной дряни, вроде там, Лешко этого человека с нетрадиционными ориентациями. Там у всех, наверное, что-то с ориентациями случилось, в том числе и у части избирателей, которые побежали на избирательные участки голосовать за всю эту нечистоту. Ну вот, как будто бы собаке предложили кусок колбасы, инстинкт тут же заставил ее повилять хвостом. Это поведение российской власти. Колбаса где-то там западом вывешенная. Вы должны помириться с сатанинским режимом Порошенко. Показали кусок колбасы, российская власть завиляла. Ну какая же это суверенная власть? Это и не власть вовсе. Это имитация, такая вот картонка, на которую мы смотрим и все думаем, вот, наверное, это что-то такое вот из этого может получиться. Эту картонку просто надо выбросить на свалку, и тогда, может быть, действительно мы сможем построить русскую суверенную власть. А эти будут вечно вывелять хвостом Западу. Президент Украины Порошенко, говоря о боевых действиях на востоке страны, употребил словосочетание «отечественная война». Оказывается, они отечественную войну ведут. То есть, воюют против русских людей и считают, что они ведут отечественную войну. Убивают русских людей, бомбардируют русские города, они считают, что это отечественная война. То есть, у людей совсем снесло крышу, и вот когда читаешь в интернете высказывания вот этих свихнувшихся людей, думаешь, где они набрались вот всей этой мерзости в свою голову, какой-то надменной наглости, как будто они там голубых кровей все, каких-то исторических недоразумений, откуда они все это вычитали, все эти бредни. Откуда-то они понабрались, видимо, из системы украинской пропаганды всякого бреда о том, что там представляют собой ополченцы. Конечно, там не все чисто, война это дело вообще грязное. Но чтобы писать всякие мерзости, и о себя выставлять такими людьми в белых рубашках и белых перчатках, на которых ни пятнышка нет, ну, настолько это мерзостно. И все, в общем-то, упирается в фигуры Порошенко и Яценюка. Спрашиваешь этих украфилов, а что, вот Яценюк, Порошенко, Лешко и всякая прочая нечисть, это вот те самые истинные арийцы, или там истинные русские, или, наконец, истинные украинцы? Молчат. Вот на это они ответить не могут. Зато они отвечают на все остальное. На удобные им вопросы, которые они сами ставят, вот на это они готовы отвечать. И поливать грязью всех подряд. Даже не Кремль. Кремль их особенно почему-то не интересует. Они поливают грязью русский народ. Вот это самое главное достоинство тех, кто теперь празднует 70-летие освобождения Украины от фашистских захватчиков. Позвольте, а кто освобождал Украину? Это что, украинцы, что ли, освобождали Украину? Да русский народ освободил Украину. А то, что среди них были люди, раньше жившие на Украине, ну так это дело понятное. И что среди тех, кто сопротивлялся освобождению Украины, было полно тех же самых украинцев, особенно западенцев. Это тоже факт известный и известен. Он и на Украине очень хорошо. Поэтому они празднуют освобождение Украины от фашистских захватчиков, захватив страну, собственно превратив ее в то самое, о чем мечтал Гитлер, в рабскую колонию. И вот эта рабская колония сейчас фактически объявила войну России. Партия войны, нанятая Западом, собралась в Верховной Раде, в правительственных кругах. И теперь они думают только об одном. Как воевать с Россией? Они уже не думают, как свой собственный народ содержать, как экономику развивать, наука, культура. Все это им абсолютно не интересно. Им интересна только война. Ну, хотят войну, они получат войну. Они, собственно, ее уже получили. И колоссальные потери вооруженных сил Украины, и всяких бандформирований, которые к ним примыкают, тоже факт известный, получат еще больше трупов, получат экономический кризис. Я думаю, что жители Украины, русские, или те, кто забыл, что они русские, они вот эту Порошенковскую нечисть очень скоро вычистят. Очень скоро начнут ее изничтожать всеми возможными средствами, потому что жить нельзя с ними никак. Тут в России как-то еще мирятся с Путиным, с его шайкой, со всеми этими олигархами, проходимцами, ворами и так далее, предателями. И тут еще как-то не созрело вот это неприятие мерзости олигархической хунты. А на Украине созреет очень быстро, потому что жить-то уже невозможно, уже холодно и уже голодно. И уже у страны нет вообще никаких перспектив, и видна только пропасть, никакого света в конце туннеля. Только за пропастью, может быть, там что-то мерцает, и вот эту пропасть кто-то хочет перепрыгнуть в два прыжка. Но, естественно, в два прыжка пропасть ни одну перепрыгнуть нельзя. Выборы закончились, можно воевать. Киев отозвал свою подпись под соглашением о разделительной линии между украинскими вооруженными формированиями и ополченцами. Можно быть уверенным, что война грянет с новой силой, поэтому к этому надо готовиться. И война охватит, конечно, не только Новороссию. И это уже становится очевидным многим. О военных условиях правления предателей, которые засели в Кремле, невозможно. Если предатели, значит капитуляция близка. Наиболее актуальный сейчас вопрос о власти. Надо освободить власть от изменников. А их там, видимо-невидимо, каждый первый, и каждый уже нажился, и каждый знает, что он предатель и знает, что его ждет. Поэтому будет держаться до последнего, отстреливаться будут до последнего патрона, потому что казнь будет постыдной. Они боятся этого, и отвратить этого они не смогут. И тогда вместе русские, украинцы, белорусы, все люди русской культуры построят русское национальное государство. Но для этого нужно русское движение. Нужна победа русского движения, прежде всего в Российской Федерации. А на Украине поражение Порошенковской хунты. Если кто-то думает, что российские власти как-то изменили свое отношение к русским патриотам, русским националистам, это не так. Продолжаются политические репрессии. Политические заключенные томятся в застенках. Только что состоялся окончательный приговор во второй инстанции группе Георгия Боровикова. Чудовищные преступления совершили судьи Московского городского суда, следствие, суд первой инстанции, прокуратура. Вся вот эта бесовская компания присудила 7 лет каждому из тех, кто был обвинен в похищении и ограблении человека. Хотя это было подставное лицо, и в общем-то этот бомж был вытащен в ФСБ после длительной обработки и написал донос на всех этих людей. И в ту же компанию попала Маша Дементьева, вообще человек, который никоим образом не причастен никаким преступлениям или даже правонарушениям. Ей дали 3 года. 3 года студентки второго курса фактически сломали человеку жизнь. Напомню, что этот приговор уже не может быть пересмотрен. Вот эта мерзость продолжается уже многие годы. Вот такие приговоры, такие судьи, которые заряжены политическими обстоятельствами и которых мотивирует их начальство. Вот у них закон не их начальство. Они судят, как написано как раз в законе, по совести, ну а совести у них нет. Значит, совесть у них заменила мнение начальства. Не очень близко к русскому движению находится партия Лимонова, национал-большевики. Ну вот, по крайней мере, эти люди организовали доставку в Новороссию гуманитарной помощи и снаряжение. Несколько лимоновцев воюют там за Новороссию. Ну, конечно, организуется нападение на штаб-квартиру этой организации. Полный ее разгром. Нагадили так, что мало не покажется. И все те же. Второй оперативный полк МВД, местные менты войск Войковского отделения полиции, УБЭП сюда же, ФСБ примечались. И следственная группа с собаками. Ну, конечно, на патриотов у нас всегда достаточно будет собак. Вот почему-то на преступников не хватает. Особенно на тех, кто сидит во власти. Задержали 16 активистов партии. Ни с того, ни с сего. Ну, конечно, потом выпустили. Но ведь главное нагадить людям в душу. И главное перевернуть все, чем они занимаются вверх дном. Сорвать их работу. Вот главная цель господина Колокольцева и всей его шайки. Ходят слухи, что его отправили в отставку. Ждем с нетерпением. Правда, есть полная уверенность, что его заменят точно такой же негодяй, который будет производить те же самые безобразия. Ну и ФСБ здесь охоту осуществляет вместе с Центром противодействия экстремизму. Две группы, которые ничем не прославились и ничем, никакими достоинствами не обладают, чтобы им прощать подобные безобразия, проводимые уже не первый раз. Центр противодействия экстремизму – это просто преступная группировка, которая прикрывается крышей сверху вышестоящего начальства. И ФСБ – это наследники чекистов, террористов, которые уничтожали русских людей просто пачками в свое время во времена красного террора и позднее во время репрессий. А потом просто предали свою собственную страну, когда эти люди назывались КГБшники. Они просто предатели. В 1991 году они не остановили государственный переворот, а посоучаствовали в нем. И сейчас ФСБ – это предательская структура, которая действует только против интересов нашего народа. Отдельные представители, может быть, с каким-нибудь там ваххабизмом пытаются бороться, но главное – упор ФСБ делает на уничтожение русского народа. Как и вся государственная система под руководством уважаемого, всеми любимого Владимира Владимировича Путина, который несовместим с будущим России. Либо Россия, либо Путин. Одно из двух. Продолжились репрессии против общественного объединения «Атака». Если раньше, точно так же, как у лимоновцев, разгромили штаб-квартиру, подбросили им там какие-то компрометирующие материалы, якобы оружие там изъяли. Прошло полгода, теперь начались аресты, задержали двух лидеров атаки, теперь они помещены в следственный изолятор, хотя не представляют собой никакой опасности и никаких противоправных действий никогда не совершали. То есть репрессивные органы продолжают работать против русских, прежде всего против русского политического движения, потому что могильщиком олигархии может быть только русский национализм, объединенные идеологии – русские люди. И тогда всем этим олигархам мало не покажется, придется отвечать за все. Ну и бюрократии, которую господин Путин развел в России до такой степени, какой еще не было ни при одном правителе. То есть это чудовищная система коррупции повседневной и повседневного издевательства над людьми. А поскольку эти люди знают, что они творят, прекрасно знают, что они творят, они стремятся к тому, чтобы за свои преступления никогда не ответить. С этой целью уничтожается русский народ. Чтобы он никогда не поднялся с колен, уничтожается русское движение последовательно и систематически. В него засылаются провокаторы, как вот в атаку заслали. В него внедряются разные проходимцы, которые вместо русского движения проводят карнавалы с собачьими головами, с воплями непонятных людей. Вот деятельность высших органов государственной власти. Они ориентированы на уничтожение России и русского народа. Соответственно, наша цель, цель русских политиков, русских националистов, русских патриотов – уничтожение этой системы. Либо они, либо мы. Мы, правда, вынуждены действовать строго по закону. И даже когда мы действуем по закону, они все равно берут нас за горло, просто по беспределу, по беззаконию. Они же нормой закона никогда не связаны. Ну, как говорится, отольются кошки мышкины слезы. Рано или поздно эта система, она уже сдает сбой, она будет разрушена. И тогда все вы, негодяи, засевшие в Кремле, в московской мэрии, в органах полиции, в ФСБ, в ЦПЭ, черт знает еще в чем, вы все будете отвечать. Все будете отвечать. Вы ответите по первое число за все свои преступления. Строго по закону. Но закон будем диктовать мы. Это будет русский закон, русское национальное государство. Для того, чтобы состоялся этот переход к русскому правлению, необходимо участвовать в работе русских политических организаций. Но самый минимум надо прийти 4 ноября в 14 часов к метро «Октябрьское поле» и поучаствовать в шествии «Русский марш» за Новороссию. Про хиндейство дело обычное, мы о нем говорим постоянно. Вот сейчас в Совете Федерации России начали разбираться, почему интересы нашей страны в ГААКском арбитражном суде представляла некая иностранная юридическая компания. Замечательно. Причем эта компания оказалась тянутой в процесс по делу ЮКОСа. И согласно вердикту, который был вынесен ГААКским арбитражным судом, присуждена компенсация ЮКОСу в 50 миллиардов долларов за счет России. А защищала Россию какая-то левая инофирма. Ее квалификации, ее политические ориентации никому не известны. И вот Совет Федерации уже по прошествии довольно длительного времени, после того, как в пользу ЮКОСа было вынесено решение, начали чесать затылки. Что же происходит? Как же это могло быть? Как это проиграли такой процесс? Да еще и не контролировали этот процесс со стороны своих собственных представителей. Как это могло быть? Ну как, если кругом варьё, так и варьё очень удобно устроилось. Может быть, даже решили войти в долю, вот в эти 50 миллиардов, это, в общем, большая сумма. Наверное, какая-то группа чиновников в том же Совете Федерации или в правительственной структуре договорились о том, что будет представлять наше государство непонятная фирма, возможно, с позициями, которые прямо противоречат интересам нашей страны. Но немножко подробнее мы поговорим об Игоре Сечине, ну уж, олигарх так олигарх. Давайте мы о нем посмотрим на то, что это такое. Имя Игоря Сечина, всем довольно знакомо, и новости о нем не так уж частые. Вот летом была новость о том, что в Савеловский суд Москвы по иску Сечина в защите чести, достоинства и деловой репутации признал информацию о доходах Сечина несоответствующей действительности и обязал опровергнуть соответствующую информацию, в частности о том, что он манипулировал рынками и своими публичными заявлениями оказывал влияние на котировки ТНК-БП. Этот суд был выигран у журнала Forbes, а в конце августа аналогичный суд был выигран у газеты «Ведомости». Ну вот, несчастный Forbes, несчастные «Ведомости» затронули олигарха, олигарх надавал им по сусалам, ну так как в свое время привык делать Лужков, вот теперь о Лужкове можно писать все, что угодно. Ничего он ни у кого не отсудит. Придет время, и про Сечина тоже напишут все, всю правду о нем, и вся эта грязь, которую пытаются скрывать с помощью административных механизмов, вылезет, конечно, наружу. Сечину не понравилось несколько текстов Forbes, которые были опубликованы в конце прошлого года. В частности, Сечин по версии Forbes возглавил рейтинг самых высокоплачиваемых топ-менеджеров, его вознаграждение эксперты оценили в 50 миллионов долларов, примерно 17% от совокупного дохода руководителей Роснефти. Президент Роснефти счел, что журналисты обвиняют его в получении сверхдоходов. Зарплата 4 миллиона рублей – это вроде как и не сверхдоходы, 50 миллионов долларов – это действительно уже сверхдоходы. А, собственно, не такие уж большие, прямо скажем. У других олигархов они побольше, и думаю, что у Сечина они многократно больше, чем те, о которых написал Forbes. Придет время, я думаю, что мы узнаем поточнее. Президент Роснефти счел, что журналисты обвиняют его в получении сверхдоходов. Также он оспаривал фразы о том, что Сечин продолжал полномерно убивать капитализацию холдинга. Сделки шли по рыночным котировкам, на которые то и дело давили выступления главы Роснефти. И, наконец, кроме статуса, окончание карьеры государственного деятеля дало Сечину возможность абсолютно легально стать очень состоятельным человеком. Может быть, Сечин оспаривает, что он очень состоятельный человек. Для всех нас, конечно, он очень состоятельный. Настолько состоятельный, что, наверное, очень мало найдется более состоятельных людей в России. Ну, а всяк, кто входит в эту когорту олигарху, конечно, ворюга. И Сечин, нет сомнения, тоже ворюга, самый отвратительный, который можно только себе представить. Роснефть вновь отказалась раскрыть сведения о доходах и имуществе Сечина. Госкомпания воспользовалась расплывчатыми формулировками указа президента о раскрытии информации госкомпаниями и сосылаясь на то, что Роснефть не является госкомпанией, созданной на основе федерального закона. Вот какой-то госкомпании, но только не на основе закона, поэтому можно творить полное беззаконие, как, кстати, в свое время было в Москве. Москва под федеральный закон якобы не подходила, поэтому в Москве Лужков и вся его шайка творил все, что угодно в течение нескольких лет, в том числе и в отношении представленных органов власти. Поэтому журналисты Forbes для определения размера дохода Сечина использовали данные из отчетности Роснефти, опросы и оценки экспертов. Но суд согласился с президентом Роснефти, опубликованная оценка его годового дохода 50 миллионов долларов приводит к тому, что в обществе складывается ложное впечатление, что компания выплачивала ему несоразмерно большую экономически необоснованную компенсацию. Ну так не эта компания, так другая, или все компании вместе взятые что-то да оплачивали, что-то да выплачивали. Я думаю, что 50 миллионов долларов для Сечина – это вообще копейки. Ну и состояние Роснефти под руководством Сечина весьма странное. Наверное, этим и объясняется получение им сверхдоходов. Чистый долг Роснефти на конец июня состоял 1,5 триллиона рублей, около 44,5 миллиардов долларов. Общий долг нефтяной компании – 2,2 триллиона рублей. Огромный долг образовался у Роснефти после покупки в 2013 году ТНК-БП за 54 миллиарда, из которых 44 миллиарда наличными. Представляете наличными грудой этих денег. Под ту сделку компания оформила кредиты, упала международных банков на общую сумму в 31 миллиард долларов. Дайте мне хотя бы 1 миллиард долларов взаймы. Клянусь, верну. На этот и следующие годы у Роснефти приходится пик выплат по долгам в сумме около 30 миллиардов долларов. Президент Роснефти предполагал 5 способов поддержки компании. Самый дорогой для государства выкоп за счет Фонда национального благосостояния новых облигаций Роснефти на 1,5 триллиона рублей. Круто разобраться с вот этими безобразными заимствованиями, с захватом другой компании с помощью полученных кредитов, с помощью государственных средств, с помощью нас с вами. То есть мы платим налоги, государственные компании приносят прибыль, а пользоваться всем этим должна Роснефть в главе с Сеченом. Видимо, это и есть его основное умение для Роснефти добывать деньги из государственного бюджета. 19 июня Минфин США запретил американским компаниям, банкам и гражданам, а также всем, кто ведет операции через США, предоставлять Роснефти и ряд других российских компаний займы более чем на 90 дней, а также акционерное финансирование. Запрашиваемые в госбюджете Роснефтью 1,5 триллиона рублей, больше суммарных затрат федерального бюджета на здравоохранение, образование и ЖКХ. В 2014 году на эти статьи отведено 1,2 триллиона рублей, а также планируемых расходов на эти цели в 2015-2017 году примерно по 1,1 триллиона рублей ежегодно. Получается, что за санкции, наложенные на Роснефть, должны расплатиться все мы, должны выплатить из бюджета, то есть из своих собственных карманов, в Сечину, вот эти огромные деньги, которые он забросил. Кто такой Сечин? Кто такой Сечин? В 1977 году он поступил в Ленинградский государственный университет имени Жданного на филологический факультет. Он вовсе не нефтяник, и не производственник, и не финансист. Он просто филолог. Учился он в португальской группе, в которой было всего 10 студентов. Должен был окончить университет в 1982 году. Но на пятом курсе был командирован в Мозамбик. Вернулся в Ленинград из Африки через два года. Понятно, что сотрудничал со спецслужбами советским КГБ. В 1984 году он завершил учебу, получив специальность филолог-романист, преподаватель португальского и французского языков. Сразу после получения диплома, у него была срочная служба в вооруженных силах СССР, в январе 1985-го Сечин из Туркмении был переброшен в Анголу, в португальскую колонию, в которой в тот момент шла гражданская война. В 1986 году он начал работать во внешнеторговом предприятии «Техноэкспорт» Государственного комитета по внешнеэкономическим связям Совета министров СССР. То есть к филологии он имел весьма малое отношение, зато вот имел отношение к операциям спецслужб в разных частях света. В 1988 году Сечин перешел из полкома Ленсовета, понятно, под крышу к Собчаку, в отдел породненных городов, где срочно подривался человек, владеющим португальским языком. Без этого как? Собчак назначил Путина представителем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и, став заместителем Собчака, Путин взял Сечина к себе в аппарат, где тот в разных должностях работал с 1991 по 1996 год. В августе 1996 года, после поражения Собчака на губернаторских выборах, Путин был приглашен на работу в Москву в должности заместителя управляющего делами президента Павла Бородина. В Москву на новое место службы Путин пригласил и Сечина, ну, видимо, своего приятеля по вот этой воровской конторе при господине Собчаке, лидере тогдашнем российской демократии. В 1996-1997 году Сечин был заместителем начальника отдела по работе с собственностью за рубежом управления внешнеэкономических связей, управления делами президента России. В следующие два года начальником общего отдела главного контрольного управления, управления делами президента России. Ну, то есть это уже вполне экономические должности, где считают деньги, где воруют деньги, где распределяют госзаказы. Ну, видимо, вот эти привычки, которые получил господин Сечин на службе в спецорганах и на службе у всякого варья, они сказываются и теперь на сегодняшнем положении дел и на положении Роснефти. В 1998 году Сечин защитил в Санкт-Петербургском горном институте диссертацию на соискание ученой степени и кандидата экономических наук на тему экономической оценки инвестиционных проектов транзита нефти и нефтепродуктов. Вот когда он начал становиться нефтяником. Конечно, никаких знаний, никакого понимания процессов в экономике у него не было и быть не могло. А сама диссертация, скорее всего, такой же плагиат, как и диссертация Путина на экономические темы. Какие-то литературные негры собрали, соскребли из экономической литературы разные фрагменты и сложили их в диссертацию, которую, естественно, чиновник защищает без всяких проблем. Достаточно одного банкета и все в порядке. И услужливых ученых советов у нас в России хватает, и фальшивых кандидатов в доктор наук у нас тоже полно. Затем Сечин, руководитель аппарата первого заместителя руководителя администрации президента России, советник заместителя руководителя администрации президента, в 99-м руководитель секретариата первого заместителя председателя правительства России, август 99 назначение руководителем секретариата представителя правительства россии ну то есть речь идет о том что он так с путиным за ручку и пошел дальше по жизни затем как только ельцин провозгласил свой уход с поста президента и исполняющим обязанности стал путин тут же все чем стал заместителем руководителя администрации президента россии ну то есть исполняющий тогда обязанности 2004 года он заместитель руководителя администрации президента помощник президента с мая 2008 года по 2012 год заместитель председателя правительства российской федерации то есть от помощника до заместителя председателя правительства в общем-то один шаг какая разница просто кофе подносить или руководить целой группой министерств у нас разницы нет поэтому все чиновники вокруг путина вот примерно такие как сечен они могут и портфель поднести и кофе поднести и ботинки зашнуровать но одновременно могут руководить целыми народно-хозяйственными комплексами это легко с 2004 года по 2011 год сечен председатель совета директоров компании роснефть с мая 2012 президент компании роснефть к марту 2014 года он являлся собственником 0,13 процента акций компании с то есть стоимостью почти в 3 миллиарда рублей ну собственно вот это является главной зарплаты они то что получают в кассе чиновник получает какую-то часть акции непонятно каким образом она быстро как-то растет в цене и он превращается в богатея и в кассу за зарплату ему ходить совершенно уже неинтересным комментируя решение международного арбитражного суда в гаге в июле 2014 года обязавшего россии выплатить бывшим акционерам юкоса 50 миллиардов долларов ходорковский назвал роснефть одним из двух наряду с газпромом бенефицаров разграбление юкоса богатство тоже вот таким образом происходит когда одна акула пожирает другую вору вора кошелек украл вот в данном случае характеристика ходорковского как раз очень подходит к сечину а путин назвал сечина очень эффективным работником наверное настолько эффективным насколько обеднела наша страна за время существования ельцинского потом путинского режима олигархи этнический состав всех волнует потому что все знают что в россии наибогатейшие люди это не русские не русски а сколько их там не русских исследование которое провел портал в лента ру в рамках изучении элиты хотя это конечно не элита это просто изучение наиболее богатых негодяев которые награбили в нашей стране больше чем другие или состояния которых больше известно но есть такие воры о которых не так уж известно или неизвестно сколько же у них там загашники запрятаны в каких формах они сумели как-то свои наворованные капиталы закамуфлировать ну вот разбираемся с тем что есть исследовали 200 богатейших бизнесменов россии 2014 году по данным журнала forbes и каким-то образом установили их самоидентификацию каким этническим группам они относятся совокупный капитал этой группы 200 человек 480 миллиардов долларов ну без малого полтриллиона много это или мало к примеру доходы федерального бюджета за 2014 год это 13 с половиной триллиона рублей или по нынешнему курсу который стремительно падает почти 340 миллиардов долларов но помимо личных достояний есть же еще и те капиталы которые они контролируют та собственность которая распределена в виде акционерного капитала но на самом деле принадлежит все тем же людям реально они распоряжаются этой собственностью плюс еще подводная часть этого айсберга среди богатейших бизнесменов россии есть большая тройка которая охватывает наибольшую часть всех этих людей под названием элита их количество среди 200 богатейших людей россии исчисляется десятками это прежде всего русские евреи и украинцы я думаю что далеко не все евреи готовы называть себя евреями и многие из них называют себя русскими украинцами поэтому большая тройка скорее всего все-таки не в последовательности русские евреи и украинцы должна следовать евреи и русские украинцы так уж жизнь устроена многие евреи хотят в россии называться русскими ну в крайнем случае украинцами за этой большой группой следует средний состав это с огромным отрывом татары армяне горские евреи азербайджанцы ингуши чеченцы осетины узбеки ну и единичные представители товарцы арабы белорусы греки грузины кабардинцы казахи курды лесгины литовцы молдаване по одному человеку но вот самое главное по удельному весу в своей этнической группе лидирует горские евреи их учтено всем всего 762 человека в россии и 6 человек попали список forbes удивительным а доля русских хоть русские самая большая группа в целом даже вот по такому учету который скрывает некий подводные камни или подводную часть айсберга вдвое ниже чем доля населения россии в целом можно вывести что русские вдвое беднее чем это было бы по справедливости вдвое беднее чем это было бы по справедливости мы конечно делаем расширительную трактовку но все равно это прямой вывод что каждый русский человек в россии если расширять вот этот эксперимент поставленный лентой ру их расчеты каждый русский человек вдвое беднее чем он мог бы быть в случае справедливого распределения по всем этническим группам соответствии с долей в население страны что у нас какие то есть этнические группы которые умнее порядочнее больше пользы принесли россии да нет в общем то у нас как все говорят нас много национальные государства но почему-то некоторые считаются умнее других во много раз вот например горские евреи настолько умнее других что наверное конкуренции просто нет и ни в одной точке мира и евреи составляя ничтожную часть населения россии вдруг оказываются наравне с русскими наравне с русскими делят вот эту большую тройку наравне с русскими украинцами делят большую тройку и оказываются в общем не пропорционально богатыми в этом мы видим конечно результат русофобской русофобского переворота который право произошел в течение 90-х годов и присвоили наше национальное богатство созданное прежде всего русскими людьми иные этнические группы из чего следует что русская национальная революция должна будет экспроприировать прежде всего вот эти этнические группировки которые так сложили политическую экономическую систему россии что они оказались выделенными и получили огромные преимущества перед государство образующим русским народом вот все эти преимущества будут ликвидированы мы не говорим о том что какие-то эксклюзивные преимущества будут для русских но не будет никаких преимуществ для других и это даст русским огромное увеличение их благосостояния как минимум в два раза как минимум я думаю что и значительно больше потому что ликвидация олигархи будет означать мощнейший экономический рост достояние каждого человека в россии в случае если русские придут русские политики русские националисты придут к власти увеличится как минимум вдвое как минимум условно живете вы в двухкомнатной квартире будете жить четырехкомнатной вы жили там один на голове у другого спал теперь у каждого будет своя комната это вот некий образ который мы можем представить как произойдет трансформация какая трансформация произойдет если русская революция победит двукратное увеличение благосостояния каждого русского человека образование в россии есть санкт-петербурге уникальный физмат лицей 239 и его руководитель сергей рукшин и вот он дал интервью газете рум да он является учителем двух лариатов филсовской премии премии по математике у них уникальный григория перельмана и станислава смирнова и воспитал более девяти десятков призеров победителей международных олимпиад по математике понятно что этот человек неординарный к его мнению о том что у нас происходит с образованием стоит прислушаться он говорит 12 лет непрерывных реформ поставили наше образование на грань за которой его уже не будет и системо образующего института нации который формирует нас как граждан этой страны она превращается в услугу вместо специалиста который социализирован в этой стране мы даем бумажки недоученных бакалавров которые знают реальную жизнь хуже чем выпускники техникам много лет назад они воспринимают страну как место работы а место работы случаю можно и поменять мы утрачиваем и содержание образования и его социальную функцию также в этом интервью сказано что в декабре должна быть принята концепция математического образования что конечно не может не волновать не только математиков но и вообще всех кто понимает хоть что-нибудь в образовании и понимает ценность математики в образовании в эту концепцию дважды академик алексей семёнов который стоит во главе разработчиков напихал все что можно было с точки зрения его влечения хобби освоенных грантов бизнеса и так далее это непомерно раздутый акцент на применение компьютеров дистанционное обучение электронные учебники и ресурсы все то на чем зиждется бизнес президента издательства просвещения александра кондакова и его супруги компьютер это инструмент его надо использовать у нас никто не организовал 30 лет назад курсы по освоению молотка каждый его использовал в быту как ему нужно хирург-аневропатолог стучать по коленке плотник забивать гвозди так что в концепцию напихано много вредных вещей которые будут отвлекать от содержательной роли математического образования а первоочередная роль математического образования это развитие мышления я добавлю еще что президента эрефии спросили вот что самым главным является сегодня в образовании знаете что он ответил гуман я не выговорю это слово гуманитаризация то есть ликвидация всего того чтобы его маленькую головку не входит физики математики химии но зачем ребенку все это знать зачем вообще знать как устроен мир зачем знать астрономию зачем знать основы явлений которые тебя окружают зачем все это гуманитаризация поэтому бла-бла-бла вот это то чему будут учить в школе если у нас продолжится вот эта тенденция изничтожения всего того что было наработано в дореволюционный и в советский период все-таки образование существовало хоть и под прессом идеологическим но она все-таки было лучшим в мире сейчас наверное хуже себе представить систему чем создал владимир владимирович путин невозможно что дальше пишет уважаемый математик директор лицея нам гораздо больше чем трата денег на несвоевременную концепцию помогло бы повышение стипендии аспирантом это унизительно мой ученик едет в аспирантуру в сша где ему стипендии хватает чтобы содержать семью не отвлекаясь на дополнительные заработки от занятия наукой у нас аспирантской стипендии не хватает на оплату общежития и проезд к месту работы вы слышите тупые из министерства образования вы погубить нашу страну решили ярослав кузьминов не построил ни одной образовательной системы кроме своей высшей школы экономики да и то с великим экономистом ясиным шохиным и с финансированием минобарнауки и минфина это те кто говорили что надо коммерциализировать образование они сами питались от бюджетных средств и все что не построили это наши деньги а всем остальным сказали коммерциализируйтесь теперь мы украли у вас бюджет а теперь вы сами на подножный корм ну какие же негодяи вот просто слов нет он ничего не понимает имеется в виду кузьминов в среднем образовании или мой коллега по матмеху лгу андрей фурсенко ну известный бывший министр образования столько на рулил стука нагадил который всю жизнь занимался наукой но не имел никакого опыта в среднем образовании реформу которого он и проводил ну как может проводить реформу человек который ничего не соображает в образовании ну как я люблю шутить такие люди готовы и оркестром дирижировать почему бы нет владимир владимирович ну покажите как вы поиграли там на клавишах немножко покажите вы же можете оркестр какую там сонату что там баха сбацайте пожалуйста фурсенко почему вам тоже не подирижировать кузьминов вперед оркестр вы же сможете вы справитесь вы такой талантливый ничего не соображаете в этом деле но вы же эффективный менеджер давайте пригласим чубай сможет кириенко вся эта нечисть они могут дирижировать оркестром и поэтому уж образованием то руководить так и без проблем то что дальше продолжаем цитировать интервью то что современная молодежь хуже предыдущих поколений говорят всегда но дети правда серьезно изменились причем худшую для обучения сторону во первых это клиповое сознание у меня студенты теряют нить лекции логические связки и за две с половиной три минуты из-за этого они не в силах что-то выучить то есть их можно механически научить дифференцировать а вот развить мышление уже нет математика это единственный предмет который профессионально направлен на развитие мозга путем решения задач так вот школа превратилась в свалку формулы рецептов решения задач месяца решать квадратные уравнения вызубриваешь формулу еще у студентов резко изменилась мотивация сейчас для многих обучения это не средства получить профессию образования а средства получить корочки с которыми они будут больше зарабатывать у детей очень плохо с памятью из-за вопли идиотов о том что дети перегружены с них перестали спрашивать в школе раньше в гимназиях учили латыни греческие в церковно приходских школах молитвы и евангелие для чего чтобы память тренировать преступление против страны позиционировать образование как услугу педагог не шлюха образование это системообразующий институт нации который мы утрачиваем и это таящая угроза национальной безопасности глупость когда второе лицо государства не знает что творится в образовании премьер-министр говорит что ни разу не встречал учителя который был бы недоволен и критиковал егэ который был быть недоволен и критиковал егэ но действительно совсем уже тупел этот медведев совсем уже превратился в какого-то зелененького человечка инопланетянина очевидно что вместо знания о реальном положении дел стране его окружение демонстрирует ему потемкинской деревне не те картины как реально обстоят дела а те картины которые приятно видеть любому начальству а без видения реального положения дел нельзя проводить реформы ну и дополнительно как у нас реагируют на профессионалов образования вот была группа учителей которых московская власть привлекла какой-то был недостаток привлекла в москву и предоставила им служебную площадь которую обещали оформить собственность через пять лет думаете оформили нет убирать он все контракт закончился всех вон но пришли эти 60 учителей к зданию мэрии тверская 13 в москве и стали стучаться говорить мы писали о нас никто не слышит вот может сейчас услышит давайте вот мы сейчас петицию передадим нам обещали когда мы отработаем пять лет нам дадут квартиры на выкуп по социальной цене с льготами гораздо ниже рыночной цены прошло пять лет ничего мы в подвешенном состоянии людей выселяют из квартир ну что им делать конечно они идут к власти и надеются там есть ну хоть какая-то правда но куда же еще идти то к бандитам что ли учителя идут к мэрии и чем отвечает власть участники инициативной группы попытались передать жалобу в приемной мэрии но пройти внутрь разрешили только немногим остальных полиция не пускала без прописки ты не москвич уходи отсюда ничего тебе делать московской мэрии кто прописка у нас объявил неким документом который не позволяет общаться с органами власти мол где прописан там туда иди и жалуйся но если вы московская мэрия создаете людям проблемы ну так вы их принимаете вы с ними по-человечески поговорить и зачем же травить их полиции приехала полиция задержала 7 человек а что он нарушает за руки за ноги выносили людей как как это понять господин собянин вы нам это обещали когда избирались мэром или московские депутаты которые сейчас объявили себя представителями народа в москве вы вот такой подход к образованию представляете когда хватает учителей за руки на за ноги волокуты еще там не дай бог возбудят какие-то административные если не уголовные дела вы расправами собрались заниматься но придет время с вами расправимся тогда тогда мы вам обещаем что мы с вами вот за это безобразие обязательно расправимся обязательно вот так же вас за ноги за руки но только мы будем тащить уже надолго может быть навсегда наверное вам хочется закончить жизнь за решеткой я думаю что эти времена подступают и будет вам решетка будет вам не теплая камера и в местах не столь отдаленных от дальнего востока и сибири образование создает не только граждан образование создает ученых которые осуществляют научные прорывы и эти прорывы радикально изменяют жизнь и один из таких прорывов вроде бы наметился мы не знаем насколько глубоко этот прорыв осуществлен нет ли здесь розыгрыша тем не менее есть факт холодный термояд продемонстрирован независимым комиссиям и они сделали вывод работает установка размером с карандаш 8 октября этого года был опубликован доклад посвященный тестовым испытаниям генератора андреа росси итальянца этот доклад прошел и в россии и на украине совершенно незамеченным а зря шесть профессоров физики из италии и швеции в течение 32 дней наблюдали за работой генератора россии этот тест проводился в независимой ролл лаборатории где было снято помещение чтобы не было и намека на тайный подвод энергии и подтасовку результатов потом через полгода признали вот эта небольшая установочка размером в карандаш выдает полтора мегаватта в час как минимум в миллион раз больше чем способна произвести любая химическая реакция в таком объеме это перспективе почти дармовой источник энергии безопасной чистой неограниченной энергии который можно производить хотя бы на своем письменном столе образец стол топлива был тщательно исследован по изотопным составу до и после опыта и при помощи нескольких стандартных методов в том числе тремя независимыми внешними группами замеры показали существенные изменения изотопного состава процесс генераторе россии действительно изменяет топливо на ядерном уровне то это и то есть имеет место ядерная реакция но никаких следов радиации при этом не обнаружено представим себе как все это может повлиять на состояние человечества если действительно этот эксперимент не является какой-то там подтасовка или фокусом ну вот пока вроде бы никакого фокуса не нашли это будет означать избавление человечества от зависимости от нефтедобывающих компаний нефтеперерабатывающих компаний вся вот эта олигархическая пирамида под воздействием науки просто падает но это пирамида не хочет упасть поэтому она сделает все чтобы новые системы производства энергии не появились они сделают все чтобы этот россии куда-нибудь исчез вместе со своим генератором чтобы еще десятилетия одно другое столетие руководить всем что существует на планете обеспечивать себе сверхпотребление пусть все остальные будут жить в нищете но нефтегазовая мафия будет продолжать получать свои доходы мы должны понимать ценность науки насколько мощный прорыв наука может обеспечить нашей стране если у нас не будет править топливная мафия топливной олигархии если мы сможем ее сковырнуть тогда мы обеспечим научный прорыв не только там где какой-нибудь итальянец нашел удачное решение но и по многим другим направлениям наука не только накормит человечество но и сделает нашу жизнь совершенно другой совершенно другой и мы не будем за кусок хлеба горбатиться вот у этих олигархов которые только спят и видят как нашу страну выдавить и ликвидировать читаем льва тихомирова из книги критика демократии статья социальные миражи социальные миражи современности понятие достоинстве личности и свободе общем равенстве природном совершенстве и усовершаемости человека все это осталось от христианства с теми необходимыми искажениями какие сами собой явились при отрицании реальности духовного мира в самых понятиях 18 века об обществе явно материализованное воспоминание о церкви с церкви скопировано представление об обществе как о некоторой коллективности определяемые исключительно духовной природой человека космополитизм нового общества таинственная народная воля будь то бы насквозь его пропитывающая всем непонятно управляющая и при всех частных ошибках остающиеся непогрешимой все это отголоски христианской церкви это на всех пунктах царствования от мира сего втискиваемые в не вмещающие его рамки именно всего мира современное общество раздираемая этим основным противоречием умом не сознает его и даже отрицает материалистическое понимание жизни укоренилась так прочно что люди большей частью просто не способны серьезно принять во внимание действия духовного элемента какое же тут говорят противоречие действительно ценный элемент христианства составляют его нравственные понятия высокая концепция личности новая эра именно и удержала их она отбросила лишь отживший мистический элемент христианства не естественно ли это не так ли совершается в мире всякий прогресс удерживая из пережитого все ценное отбрасывая ненужный ветош на этом то однако и ошибается нынешний век он не понимает что из христианства нельзя выбросить его мистического начала не уничтожая тем самым социального значения создаваемой им личности христианское нравственное понятие исторически высшей степени благодетельно отразилось на земной социальной жизни однако же это происходит лишь в том случае когда христианин остается вполне христианином то есть живет не для земной жизни не в ней ищет осуществление своих идеалов не в нее вкладывает свою душу совершенно иное получается если христианин остается без руководства божественным авторитетом без духовной жизни на земле и без окончательных загробных целей этой духовной деятельности своей он остается тогда с безмерными требованиями перед крайне ограниченным миром не способным их удовлетворить он остается без дисциплины потому что ничего в мире не знает выше своей личности ни перед чем не преклониться если нет для него бога он не способен уважать общество как явление материальное не преклонится и перед большинством таких же как он личности потому что из их суммы еще не получилось личности более высокой чем он участие социальной роль такого человека самая несчастная и зловредная он или является вечным отрицателем действительной социальной жизни или будет искать удовлетворение своих стремлений к безмерному в безмерных наслаждениях безмерном чистолюбии из стремление грандиозному которое так характеризует больные 18 19 века христианин без бога вполне напоминает сатану недаром образ неукротимой гордыни так прельщал поэтов 18 века мы все верующие или неверующие в бога настолько им созданы настолько неспособны вырвать из себя заложенного им божественного огня что нам невольно нравится эта духовная безмерно высокая личность но посмотрим с холодным вниманием рассудка если нам нужно лишь хорошо устроить землю социальную жизнь если кроме нее ничего не существует тогда с какой стати называть высокими возвышенными те качества и стремления которые с земной точки зрения только фантастичны болезненные не имеют ничего общего с материальной действительностью это качество человека ненормального он скажут полезен уже своим вечным беспокойством стремлением к чему-то другому не тому что есть но это стремление было бы полезно лишь при реальных в основе идеалах беспокойство же христианина лишенного бога выбивает мир и статус-кво лишь за тем чтобы тащить его каждый раз к материально невозможному